Всем привет! У нас сегодня прямой эфир с профессором международной и сравнительной политики Чинара Бахтхазе. Здравствуйте! Можно начать с презентации, да? Так, сейчас я ее открою. Как мне сейчас... Ой, меня кажется, тут из аудитории просят выйти. Ой, я извиняюсь, что-то я даже не знаю, как здесь открывать. Share screen. Share screen. А что-то у меня не получилось. Гуркем, could you share the slides? Минуточку. Mine... I'm sorry, but mine doesn't work. If you could share the slides. Yeah? And... I'm actually gonna find another place because I'm being removed from here. Yes, that will be in Russian and English. Alright. Подождем пока профессора подключится обратно к нам. Спасибо. eau Все, я тут. Я здесь, ага. So, the live session is about the, with a professor from ICP International and Comparative Politics Department. It's kind of a Q&A session. Okay, yeah, we are gonna do it in Russian and English. И пока на русском я начну. У меня немножко, я извиняюсь, немножко проблемы с компьютером. И, надеюсь, наш хэд-департамент у Горкем поделится слайдами в скором времени. Но, в целом, наш департамент предлагает очень много курсов по всевозможным направлениям. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы возобновлять наши курсы и стараемся их каждый семестр редактировать и адаптироваться под требования мира, да, и что вообще происходит в мире. Поэтому сейчас, например, мы видим, что очень большое внимание и влияние забирают социальные сети, правильно? Мы видим, как формируется общественное мнение в социальных сетях. Мы видим, что люди из разных слоев населения и с разными ресурсами, да, и маргиналы, и те, кто поближе к центру власти, сейчас имеют возможность через социальные сети говорить. Имеют возможность проявлять себя. И поэтому, например, у нас есть курс «Политическая коммуникация», да, где мы изучаем, как социальные сети используются политиками в их политической компании. Мы обсуждаем со студентами, какова роль ботов, троллей, да, фейковых аккаунтов. И как, может быть, из-за этого сейчас под угрозой вообще вся демократия, да, или даже сам процесс демократизации. У нас много курсов по региональным каким-то направлениям, то есть политика Центральной Азии, политика Афганистана, политика Ирана, политика... Внешняя политика Американская, да. Есть курс по Центральной Азии и России, да, то есть потому что, ну, мы знаем, что у России очень большое влияние здесь в регионе и на постсоветском пространстве. Помимо этого, есть курсы, которые направлены на изучение режимов авторитарных и демократичных. И есть, например, такой курс, называется Democracy of Dark Times, да, то есть не просто что такое демократия, а демократия в разные времена, в разных местах, да, мира, в разных точках мира. Как может отличаться демократия в Америке от демократии в Центральной Азии, да? И что на этот счет говорят специалисты, эксперты, ученые, да? Можем ли мы применять универсальную идею демократии на весь мир? Потому что какие-то рецепты могут и не сработать, правильно? Вот. Очень большое внимание выделяем тоже на авторитарные режимы, потому что оказалось, что авторитарные режимы очень стабильные, что они очень устойчивы к кризисам, к любым изменениям, они очень адаптивные, они очень стабильные. Я имею в виду в том плане, что они имеют такое свойство быстро принимать решения, да? И в демократиях вообще я считаю, что одна из самых сильных сторон нашего департамента – это то, что мы предоставляем безопасное пространство для наших студентов, чтобы обсуждать важные темы, обсуждать злободневные темы, да? И политика только существует там, где существует дискуссия, да? И если дискуссии нету, если нету противостояния разных мнений, да, то это не политика. Это в некоторых экстремальных случаях – это просто насилие, да? И поэтому через дискуссии, через обсуждение, через поднятие очень важных вопросов, иногда даже очень, ну, иногда триггерит вопросы, да? То есть у нас есть много студентов из Афганистана. И с тех пор, как Талибан, например, захватил Кабул, конечно, это такой очень sensitive topic, да, для наших студентов. Но при этом я считаю, что одна из наших сильных сторон, что разные студенты с разных стран, с разных регионов приходят вместе и пытаются понять друг друга, да? И мы предоставляем это пространство, безопасное в наших классах, где студенты могут попытаться понять друг друга. И поэтому, возвращаясь к топику про демократии и авторитарные режимы, демократия очень медленная. Она медленная, если мы хотим. И так как цель, миссия АУЦА – это взращивать будущих лидеров нашего региона, да, и мы стремимся к улучшению нашей жизни, да, то нужно понимать, что демократия, она медленная. Чтобы прийти к согласию через дискуссии, чтобы идти на какие-то компромиссы и слышать друг друга, нужно сначала научиться задавать вопросы и друг друга потом еще и слушать. Вот. Ура! Есть наша презентация. Классно. Классно. Окей, это наша презентация с дня открытых дверей. Немножко хотим показать вам такая базовая информация. Первые наши, наши первые поступления, ну, поступающие студенты начались с 1997 года. Департамент уже существует 27 лет. И это муж, это междисциплинарный, извиняюсь, у нас междисциплинарный департамент, где мы, как я уже сказала, предлагаем разные курсы. Это не только там внутренняя, внешняя политика, международные отношения, теории международных отношений, да, политическая экономика, политическая теория. Но это также и такие темы, как вот политическая коммуникация, политическая психология, да, что такое политическая культура и многие другие междисциплинарные курсы. Мы, наш фокус, как я сказала, мы предоставляем, мы стараемся сделать это безопасное пространство, потому что наша, одна из наших ценностей, это развивать критическое мышление. Критическое, креативное мышление, чтобы взращивать не просто лидеров, но и граждан, которые имеют позицию активную, непассивную, что я маленький, я ничего не значу, от меня ничего не зависит, да, что является большой проблемой сегодня во всем мире, да, и во всех электоральных демократиях, где люди просто не идут на выборы. Мы хотим, чтобы люди понимали свою активную позицию гражданскую, вне зависимости от того, участвуют они в каких-то социальных движениях или нет. Мы должны понимать свою ответственность, если мы хотим держать ответственность и требовать ответственность от тех, кто нас репрезентует, да, от тех, за кого мы голосуем. Ага, можно дальше. Ченара, can you also a little bit talk in English? Oh, sure, sure. Okay, let's switch a little bit. So, International Comparative Politics Department provides a variety of courses, and it's an inter- and multidisciplinary department where curriculum is based on, is focused on studying politics, society, law, history, philosophy, economy. We have, we, besides such mainstream courses as political theory, international relations, political economy, we provide a lot of multidisciplinary, inter-disciplinary courses such as political communication, political psychology, political culture, and many others. We are, one of our values is to provide a safe space for students to develop their critical and creative thinking because we want to not only raise future leaders of the region, but we also want to develop an active engagement from the citizenship point. Yeah, from, you know, from, from this idea where people think, no, I don't matter, my voice doesn't matter, which is a problem in many electoral democracies right now. So, we want to move to the point where people understand that they are part of the society and they can, they do matter in, in, in making this society, this place a better one and a more engaged one and people-oriented, right? Not power-oriented. Okay, so what will you learn? This is, this is probably more for prospective students, yeah, but maybe our partners will, will also be interested in what we offer. So, it's not a secret and our live stream is called Studying Politics in the New World and what we mean by new world is that we live in a truly internationalized and globalized world, yeah? So, the time and space shrink, we, we, we are much more connected than before. So, it, it is critical to develop an appreciation for cultural diversity and political tolerance grounded in an understanding of different societies and different political dynamics, yeah? There is no one universal recipe for what is a better life, so we need to understand different people with different perspectives in order to come to a reasonable consent, consensus, I'm sorry. So, so students will learn both the scope and depth of political governance and institutions across a wide spectrum of regime types and countries. This will help students to become a well-rounded global citizens and will help to prepare students for a wide range of career opportunities. We also have a course called Global Citizenship Because this is a new term coming to a mainstream That we're not just citizens of our countries We're also citizens of the whole world And we have a lot of rising issues That are across borders That are beyond what people draw on the map Such as climate issues Such as poverty and hunger and many others So the program offers its students two diplomas Simultaneously upon graduation And that is actually one of the benefits And why we think that Not think, we know Our alumni is a proof And a living evidence Of the fact that After graduation You can work for the region You can stay in Kyrgyzstan You can work in Central Asia But you can also go far beyond the region You can work in international organizations In other countries Because we provide two diplomas One is U.S. accredited degree In liberal arts Through partnership with Bard College In the United States A lot of our students Also do an exchange semester In Bard College And many other partner universities That AUCA has And the second diploma Is a Kyrgyz-accredited degree Issued by the Ministry of Education and Science And department also maintains partnership With a number of universities worldwide Здесь немножко на русский переключусь Потому что это может быть интересно Для местных студентов Я уже говорила, что у нас Очень много студентов с разных стран И это, конечно, сказывается На качестве наших дискуссий На спектр вопросов Которые поднимаются в наших классах И мало того, что наши студенты Уезжают за границу На семестр, на год учиться Это не только Bard College в Нью-Йорке Это также, например, Sciences Po в Париже У нас есть, например, партнерство С другими университетами По Европе, по Азии По-моему, в Корее у нас есть партнеры В Колумбию недавно ездили наши студенты Чтобы участвовать в какой-то конференции Очень вы можете пройти на наш сайт И там есть целый лист наших партнеров И не только наши студенты туда ездят Но и студенты с этих университетов Приезжают к нам учиться на семестр На два семестра И так получается, что у нас в классе Очень много студентов с разных стран И с разных университетов И это, естественно, пробуждает людей Расширять их мировоззрение Расширять их понимание мира Избавляться от каких-то стереотипов Избавляться от каких-то... И сейчас я буду включить в английский Потому что я BECAUSE I'M FINDING Хард-тиметры И кем-то с слова Слышать их мировоззрение Но и не надо Почему люди верят в пропаганду, почему люди так, несмотря на нашу человечность, происходят такие бесчеловечные вещи. И я считаю, одна из сильных сторон, что наши студенты летают за границу учиться, и к нам прилетают студенты с других стран и университетов, и у нас получается очень такая мультикультурная атмосфера на департаменте, потому что студенты возвращаются и делятся своим опытом. Okay, what do we value? The quality of learning. And I already mentioned this before, but what it's called is student-centered classrooms. Yeah, so we're not what we try to focus on when we build our syllabi or we build our curriculum is students needs. Yeah, what they need and students change. The world changes. Every year we see new challenges and we try to adopt our curriculum to appropriate to the current needs. So, interactive classes. We have different events besides courses that you have to take to graduate. We also organize different events and students are a big part of it. So, we have simulation games, academic debates, international conferences, ambassador talks and study trips. The faculty from various countries, including the U.S., Turkey, Croatia, Kyrgyz Republic, of course, with MA and PhD degrees from Russia, UK, U.S., and from Austria, Germany. We provide different perspectives on how to study politics and faculty is also engaged in research related to civil society, security and conflicts and mass mobilization, constitutionalism, development of political institutions in Central Asia, water and energy politics. Now, a big topic today, because the world is running out of resources, nationalism, gender issues and many others. Немножко на русском поясню, то есть помимо преподавания, наши преподаватели, мы постоянно стараемся работать над исследовательской деятельностью, не только чтобы какой-то вклад вносить в науку, но и для собственного повышения квалификации. Мы ездим на конференции, мы проходим разные тренинги, наш нетворк ОСУН предлагает очень много возможностей для того, чтобы улучшить качество преподавания и улучшить наши навыки, и чтобы учиться новым инструментам, как сделать обучение для студентов лучше. Поэтому оно так называется, да, что student-centered, что фокус на студентах. И через исследовательскую деятельность преподаватели, они как бы обновляют свои знания, да, что не так, что вот я получил там, я получила там степень, и я все знаю. Нет, все знать невозможно, да, поэтому преподаватели постоянно участвуют в какой-то исследовательской деятельности, чтобы возобновлять свои знания, чтобы всегда быть в сегодняшнем дне. Да, вот. Окей, what do we teach? The department consists of highly qualified local and international faculty who are committed toward offering student-centered inquiry and writing-based classrooms for students. All ICP courses are taught in English, да. Вся учеба у нас на английском языке, чтобы понимать. The courses offered at the department aim to provide students with knowledge and understanding of available methodologies and frameworks for analyzing politics, foreign and public policies, and to enhance students' critical skills in thinking, writing and speaking. То есть такой метод student-centered, да, метод преподавания, он развивает в студентах не только, да, это не только какие-то дискуссии, что мы там подебатировали, да, и каждый остался при своем мнении. Это также происходит через письменные работы, да, то есть наши выпускники, они выпускаются с таким set of skills, да, такие навыки, которые можно использовать в разных, в разной деятельности. И письменная часть – это очень важная часть обучения на нашем департаменте, потому что если вы хотите учиться на таком, в такой динамичной дисциплине, как политика, потому что политика меняется каждый день, это не так, что ты пару теорий, несколько теорий выучил, и все, ты можешь спокойно жить и работать всю жизнь. Каждый день, каждый день, даже вот сегодня мы сами преподаватели, каждый день нам приходится учить что-то новое, понимать, как мир двигается, почему это происходит, почему то происходит. И поэтому письменные работы, то, как мы разговариваем и то, как мы думаем, это все часть навыков, которые нужны для того, чтобы в этом очень быстро меняющемся мире найти работу не только сегодня, но и завтра. Здесь вот можете посмотреть список стран, откуда у нас студенты есть. Также всю эту информацию можно, кстати, у нас на сайте найти. У нас есть несколько наград или, наверное, мотиваций для того, чтобы преуспевать на нашем департаменте. То есть у нас задача не чтобы студенты просто учились ради оценок. Мы стараемся привлечь студентов, чтобы они были на самом деле заинтересованы в том, что они делают. И для этого есть несколько таких путей замотивировать их. У нас есть несколько инсентивов. Помимо академической деятельности у нас есть внеакадемическая деятельность в университете. И я думаю, что это очень важно для сегодняшнего мира, потому что мы видим, что недостаточно просто приходить и работать свою работу. Поэтому приходится быть активным во всех смыслах. И я думаю, что аутсайд – это отличное место, и наш департамент – это отличное место, чтобы комбинировать и учебу, и волонтерство. Здесь у нас несколько примеров наших студентов, куда они ездили учиться. Вот в Барт-колледж уже я говорила, Корею я уже говорила. В Японию ездят, во Францию, в Казахстан, в Германию. В Штатах, в Америке не только есть Барт-колледж, там несколько университетов, с которыми мы сотрудничаем. И в зависимости от интересов, академических интересов наших студентов и их планов на будущее, они выбирают программу, которая им подходит ближе всего. Вот несколько фотографий. И что же после выпуска? Субтитры создавал DimaTorzok International Trade and Business. Скоро у нас наши студенты будут выпускать истории наших выпускников, что они сейчас делают. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Там, в общем, наши студенты готовят контент. What we value? Diverse success of our alumni. Несколько примеров наших выпускников. Есть вот Элина Манджиева, которая работает в Женеве во Всемирной организации здравоохранения. Юлия Рудская тоже наша выпускница. Она, наверное, многие знают, что она певица и TV-хост. Кумар Бекболотов работал в Соросе. Это большая организация. И закончил магистратуру в Беркли, один из топовых университетов по миру. Шаербек Джураев был депутатом в... Я не знаю, как на русском, извиняюсь. Ex-deputy director of OBSE Academy. И у него Ph.D. из университета St. Andrews. Эльнура Османалиева, очень наш местный, очень местная знаменитая режиссерка. Алина Мурзаева, the staff of ICRC. И Захидулла Джалиль работает в Афганистане в Министерстве внешней... Министерство foreign affairs, это МИД, Министерство иностранных дел. И вот примеры, да, тоже наши выпускники с фотографиями. Абду Джалил Абдурасулов работает в BBC как видеожурналист. И он отзывал... Мы спросили, что они могут сказать про ICP. ICP is like an Olympic village. You're surrounded by the best of the best. Кумар Бекбалотов работает в промо-танке. В промо-танке ICP gave me the freedom of thought and helped me define a much broader perspective of what is possible for me. И Эльнура Османалиева, которую я до этого упомянула, сказала... Through ICP, I was able to obtain knowledge and skills that helped me to successfully work in a variety of fields, including political party and civil society. Ну, and she ended up choosing film production. Еще несколько примеров. Я просто хотела уточнить по времени, как у нас, Алика. Есть еще время. Хорошо. Можно закончить, но пока есть. Хорошо. И вот еще несколько примеров. Тимирлан Молдогазиев работает профессором в университете University of Georgia. Это в Америке. Сказал, что ICP is an environment that demanded more than memorization and mindless repetition, but free thinking and critical analysis. И вот это то, про что я говорила, что это не просто зачитывание и запоминание текста и каких-то терминов. Нам очень важно, чтобы студенты умели думать, умели выражать свое мнение, при этом уважать других людей и их мнение, и критически подходить к вопросам, уметь задавать вопросы. Потому что мы живем во времена интернета, знать информацию уже не так релевантно. Можно прогуглить что угодно, правильно? А чего сейчас не хватает, это вот таких навыков, как критическое мышление, уметь писать и думать лучше, чем искусственный интеллект, да, что теперь является новым челленджем. И Захидула Джалили, которого я тоже упоминала до этого. ACA has shaped the present and future success of my career and life. И Камила Асыранкулова, она работает в ООН, более специфично UN Peacekeeping Mission в Либерии. I can't think of many things that have shaped my life and career choices, but the earliest one would probably be my department. ICP тут немножко не видно. Также наши выпускники учатся или работают в Будапеште. Есть Центральный Европейский университет, один из лучших университетов. University of St. Andrews, University of Oxford, University of Edinburgh, OBSC Academy, Charles University, LSE and many others. И также они работают в государственных каких-то программах, участвуют. Вот здесь есть список организаций, в которых они работают. Многие из наших выпускников открыли собственные бизнесы. Какие-то негосударственные организации. И, да, self-employed, ну, сами на себя работают. Я даже не знаю, как это на русском. Это вот ивенты, которые я уже упоминала до этого. Ну, и очень хочется, чтобы вы все-таки посмотрели наш веб-сайт. Там очень много информации. И подписывайтесь на социальные сети обязательно. Так, и если есть какие-то вопросы. Спасибо большое, Чинара. Guys, if you have any questions, please feel free to type them. Или на русском, на английском. Хорошо. Спасибо. 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 Вы говорили о дипломах после выпуска. Клиент-выпускник получает диплом двойного опроса и бардовского опроса. Да, это получается даже не двойной диплом, а вы прям два отдельных диплома получаете. Один кыргызский диплом и один американский диплом от Барт-колледжа. И во многих университетах, наши, кто продолжают на магистратуре, на докторантуре учиться, из-за того, что американский диплом подразумевает... Во-первых, он котируется везде, по всему миру. Его не нужно переводить никуда, никакие нотариусы, ничего этого. Систему GPA, четырехбальную систему американскую, признают и знают и понимают по всему миру. Поэтому это тоже облегчает процесс подачи документов на разные программы. И я сама, когда подавала, мне даже не нужно было там TOEFL сдавать или IELTS, потому что все классы у нас на английском языке. И это понятно, что значит, я владею английским языком, я могу читать, писать, говорить. И мы стараемся, чтобы наши студенты развивали все эти навыки. Это уже облегчает процесс подачи на дальнейшие? Да, не во все, конечно. То есть есть университеты, которые все еще требуют TOEFL, несмотря на американский диплом. Но сам факт того, что не нужно переводить и объяснять нашу систему, наши дипломы, но вы можете просто альтернативно подать только американский диплом, и этого будет достаточно. Он котируется, и он всем понятен. Вопросы, что какие-то ключевые возможности и возможности для политики в новом мире? И как можно школы эффективно навигать и адаптируют эти изменения? Гуркием, вы хотите добавить что-то, или вы хотите мне прочитать? Может быть. Хорошо, я могу также поговорить. Давайте рассмотрим эту вопрос. Да. Будьте снова повторить еще раз за вопрос, Марлика? Да. Каковы, возможности? What are some of the key challenges and opportunities for studying politics in the new world? And how can scholars effectively navigate and adapt to these changes? Okay, so basically you will study interdisciplinary and multidisciplinary program in the ICP. And I don't see that there are key challenges to study interdisciplinary because it's more about opportunities rather than the challenges. You will be able to understand politics, law, history, and legal studies from multidisciplinary and interdisciplinary perspective. Of course, it is challenging because it is ongoing. And as Chinara mentioned several times, you study politics every day because politics is every day and then every day of the politics. But also you need to understand it is an interdisciplinary program and you need to see the issues from different angles. This is of course difficult, so you need to have at least four years. You should also continue with your studies with the master's degree and even PhD degree in order to understand it. But we focus on mostly the soft skills and these soft skills will be able to understand to you how to analyze important issues from different angles. But the same thing, improve your soft skills, how to present, how to work in the team, work. And so basically, this will help you to understand the main problems. But we cannot know everything. Even we are political scientists and we don't have expertise on everything. So we don't expect to teach you everything. And here is more about to find your curiosity because it's international relations from different angles, different worlds. And we have different courses like we offer U.S. foreign policy, we offer China, we offer India. We are trying to offer European Union. So try to bring more. But I think this is the most challenging one because you cannot know everything. And this is not our aim to teach everything. But in ICP department, there will be so many elective courses and you will be able to choose your interests. So guys, if you have any other questions, please type them. So guys, if you have questions, please type them in. вот то, что Горкем сказал, на русском просто, чтобы для русскоговорящей аудитории, что нету задач такой, чтобы всему вас научить, да, один из челленджей, да, то есть сложностей в изучении политики, особенно политики в новом мире, это то, что политика происходит каждый день, и это такая наука, которая требует от нас постоянного возобновления, постоянного изучения, что наш департамент предлагает, это навыки, да, мы хотим вас, наших студентов, обучить навыкам, чтобы когда они выпускаются, чтобы они не столкнулись с проблемой, что вот прошло 4 года, прошло 10 лет, прошло 20 лет, и теперь я не актуален, да, изучая политику на нашем департаменте, вы всегда будете актуальны, потому что мы учим навыкам, которые, которые, вот, даже сами преподаватели, мы, да, все время находимся в развитии, все время находимся вот в этом изучении, а какая политика сегодня, а какой мир сегодня, а что сегодня происходит, и как мы можем это понять. Некоторые процессы цикличные, да, но, например, как пропаганда, которая всегда работает, хотя методы одни и те же, что 100 лет назад, что сегодня, но другой момент, социальные сети опять те же, да, появились, и теперь мы думаем, а как же политика происходит через социальные сети, да, что происходит в физической реальности и в виртуальной реальности, да, вот, поэтому я думаю, что это одна из наших сильных сторон, что мы не нацелены на то, чтобы вы все знали, какие-то там даты, как я уже сказала, прогуглить что угодно можно, но что мы предлагаем, так это навыки, которые вам помогут адаптироваться, которые помогут вам работать в разных сферах, не просто пойти на какую-то государственную службу, в плане, что если вам интересно, конечно, пожалуйста, но чтобы вы могли работать в разных сферах в зависимости от ваших интересов, которые тоже будут меняться в течение всей жизни. Окей. Maybe we can also answer the second part of the question from the previous. How can scholars basically navigate and effectively respond? It's not only about the scholars, it's also about the students, because when you will study ICP, you will see about the time management and you need to, for instance, present something in five minutes or you will have three minutes to debate because the time management is extremely important and you will be working as a diplomat. You cannot think so long, but you need to reply and this reply should be also very important because you cannot do something badly. So basically this stress, the time management is extremely important to understand it. About the scholars, unfortunately not all scholars in political science and international relations department can understand these changes, especially in New World, but they need to reflect. And in our curriculum, in our courses, we don't only choose the articles or scholars from the West. We also have decolonization of the curriculums. We are also bringing some local voices. For instance, in my course, international relations or Central Asia and global politics, I don't only teach the courses based on the Western oriented. So I'm trying to at least balance with the different articles from different regions. So it's very important for us, not only white men from West and their dominations in international relations, but we also try to bring local voices. We would like to also increase this underrepresented or not well represented to scholars in our curriculums. I think this is also very important. Thank you. Neskолько навыков, которые Горке только что упомянул. Тоже на русском чуть-чуть продублирую. Что, например, некоторые наши задания это вот не только там какие-то длинные пейперы писать, но и, например, сделать презентацию. за 10-5 минут, то есть как ты можешь большое количество информации сжато очень конкретно и красиво, чтобы вас услышали, чтобы вас поняли, в 10-5 минут уложиться и при этом все-таки убедить людей в своей идее или хотя бы сделать, ну, чтобы вас услышали. Я вам сказал про тайм-менеджмент, что в политике, особенно сегодня в новом мире, где почти все происходит в формате реального времени, то есть здесь и сейчас, что требуется сегодня от поколения новых специалистов это быстро приходить к решениям, быстро анализировать информацию и выдавать решения, да, как, например, в дебатах участвовать и в 3 минуты быстро уложить свой ответ, рефлексию на что-то, да, как можно в очень сжатые сроки, да, работать в команде тоже, да, что это работать в команде. То есть у нас очень разные, мы стараемся всегда предлагать разнообразие заданий, что это не просто экзамен и там, не знаю, какой-то пейпер или реферат, да, курсовая, но это очень разные групповые, индивидуальные задания, да. Это может быть какая-то работа, вот на моем одном курсе, например, они должны были проект делать в Инстаграме, да, то есть странички открывать и создавать пиар-компанию предвыборную для какого-то, для какой-то политической партии, да, и стараемся, чтобы студентам было интересно, потому что живем в такой реальности, что так много информации, что приходится методы искать новые, но все эти методы, они направлены на то, чтобы, вот как Горкем сказал, вот эти навыки развивать, да, которые очень требуются сегодня. Спасибо большое. Думаю, на этом наш эфир может подходить к концу, потому что вопросов уже нет, но презентация была очень информативной. Спасибо большое. Спасибо, профессор, за ваши ответы и презентацию. Спасибо большое. И если вы хотите больше информации о ИСП, пожалуйста, идите на УСА веб-сайт, и в Академиках вы увидите Интернациональный и Компатер-Политический Департамент. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите, пожалуйста, написать нам. Вы найдете всю информацию на нашем веб-сайт. Да, наша контактная информация, и даже если вы хотите лично мне, вот профессору Горкему, что-то задать, вопрос какие-то, наша электронная почта, телефоны, все там есть. Да. Спасибо всем большое, спасибо за внимание. До свидания.